Если кому-то интересно, я расскажу сейчас о себе. Это моя автобиография. Сейчас 2022 год, мой возраст сейчас 43 года. Я по гороскопу рыба родился в год козы. Раньше, в 2021 году, я работал в Бургер Кинге поваром. Устроился я туда в 2018 году, когда мне было 38 лет. До этого я работал в ресторане Эско на Автозаводской. Я был раннером. Я резал хлеб и доставлял бизнес-ланч из кухни. Я доставлял бизнес-ланч из кухни, где его готовили в зал к гостям. Ресторан Эско находился в бизнес-центре Омега Плаза. Я ушел из ресторана Эско, потому что он закрылся. В Эске я проработал около 5 лет. Но были эпизоды в том периоде, в тех 5 годах, когда я работал в Ройбосе и в Эскобаре. Эскобар, это ресторан, был на Комсомольской, метро Комсомольская. А Ройбос было кафе в бизнес-центре Магистраль Плаза. В общем-то, первым было место работы Ройбос. До Эске. До Ройбоса я работал электриком на заводе ЧМПЗ, Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Я там проработал с 2009 по 2013 годы. Я там менял лампочки, чинил агрегаты, ремонтировал двигатели и так далее. В 2009 году, когда мне было 30 лет, я приехал в Москву из Красноярска. В Красноярске я пожил полгода и за это время успел сменить два места работы. Первое место работы электрик в торговом центре АЛПИ. Второе место работы программист во франчайзе 1С «Верное направление». До этого, до Красноярска, я был в Москве, жил. И работал программистом в другом франчайзе 1С, называлось франчайзе «Артиком». До «Артикон» в 2007 году я работал в казино «Колизей» на Братиславской. Там я работал около трех лет на должности крупье. До этого, когда мне было 24 года, в 2003 году я работал в казино «Мэрилин» на Сухаревской. Я там тоже был крупье. Я крутил рулетку, тасовал карты. До карьеры в казино я немножко поработал электриком на хлебозаводе. Он назывался «Булочно-кондитерский комбинат «Серебряный бор». А до этого, в 2001 году и в 2002 годах, я работал охранником в Ирбисе. Ирбис – частное охранное предприятие. Мне было 22-23 года. Пока я работал охранником, я охранял компьютерный клуб «Нирвана» на Кузнецком мосту. Еще я охранял общежитие при текстильной фабрике у метро «Измайловский парк». И еще я охранял торговый центр с названием «Нанослободской». Этот торговый центр находился на метро «Новослободская». Там были мебельный магазин, обувной магазин «Иконика», еще магазин «Штор» и магазин жалюзей. До того, как стать охранником, я работал на заводе «Серб и молот». Это металлургический завод в Москве. Я там работал оператором погрузки. Я загружал железо в печку. Железо нагревалось. А потом его прокатывали на листовое железо. Работал я там на металлургическом заводе недолго. До завода я работал на стройках. Это было сразу после армии. 99-й и 2000-й годы. Мне было 20 лет после армии. Я служил 2 года. Ну вот, на стройках я был землекопом и иногда электриком. И еще устанавливал кондиционеры на новых домах. Меня зовут Тимофей. Моя фамилия Пустошилов. Это все, что я хотел рассказать. Позже я хочу дополнить свою автобиографию дополнительными деталями. Но это будет точно не скоро. Конец. Ф9.